Главная новость к этому часу. Авария на шахте в Якутии. Нет связи более чем с 20 горняками. Еще десятки по-прежнему под землей. Я Егор Максимов. Здравствуйте. МЧС Якутия усилила отряд спасателей. Авария произошла на руднике Мир. Он принадлежит компании Алроса. По данным МЧС, в шахте произошел прорыв воды из отработанного карьера. Спасатели говорят, что внутри находились 151 человек, но связь удалось установить только со 130. Сейчас идет спасательная операция. По данным самой компании, работников поднялись с нижних горизонтов на безопасный верхний. Скоро их доставят на поверхность. При этом в Алросе не уточняют, о каком количестве людей идет речь. Источник Интерфакса сообщает, что в ходе эвакуации из шахты уже подняли 40 человек. На место происшествия вылетел глава МЧС Владимир Пучков. С ним из Бурятии направляется отряд из 30 спасателей и подземных водолазов. Это уже вторая за неделю авария на этом руднике. В конце июля там обрушилась горная порода. Погиб один рабочий. Бразильский футболист Неймар прибыл в Париж. Сейчас он находится в отеле. Примерно через полчаса должна начаться пресс-конференция, на которой его представят в качестве игрока Париж-Сен-Жермен. Накануне стало известно, что Неймар покидает Барселону. Этот трансфер обошелся в 222 миллиона евро и стал рекордным за всю историю футбола. Сейчас десятки людей выстроились в очередь в Париже, чтобы первыми купить футболку с его фамилией на спине. Сам бразилец рассказал, что с Барселоной он выиграл все, что мог и теперь захотел поставить перед собой новые цели. Один грузинский военный погиб и трое получили ранения в Афганистане в ходе боя вблизи авиабазы Баграм. При нападении боевиков на подруль скончался Мдинари Бибиашвили. Ему было 26 лет. Состояние еще одного из раненых тяжелое. Грузия 7 лет принимает участие в операции НАТО в Афганистане. За это время там в общей сложности погибли 32 грузинских военнослужащих. В Украине задержали двоих подозреваемых в организации теракта в Одессе. В службе безопасности страны заявили, что они проходили подготовку в России. В конце июня в центре Одессы неизвестные взорвали автомобиль. В нем было полкилограмма взрывчатки. Произошедшее расследуют как теракт. Как утверждает ВСБУ, одного из исполнителей задержали недалеко от линии разграничения в Донбассе. Второго в Одессе. Он якобы скрывался под видом беженца из так называемой ДНР. По данным украинских спецслужб задержанной, согласовывали свои действия с кураторами из России. Продолжение следует...